С 8 утра и до наступления темноты два выходных подряд сотрудники МБУ благоустройства и МУП ритуальные услуги посвятили уборке городского напольного кладбища. Ветки, повалившиеся деревья, переросшие кустарники. Все это предстоит убрать с территории кладбища до того, как выпадет снег. Такое поручение заместителю главы округа начальника управления ЖКХ Игорю Федорину дал глава округа Мором Евгений Рычков. Мы с предложением заняться санитарной очисткой этого уникального старого кладбища и частично хотя бы его восстановить. Потому что в этом году, конечно, были восстановлены частично памятники наших знаменитых Зворыкиных, памятник Куликова, академика живописи. Был найден в этом году захоронение первого начальника уголовного розыска, и был такой экземплярский. Кладбище очень сильно запущено, но мы уже несколько лет боремся с этим. Сосчитать, сколько именно захоронений на напольном кладбище сегодня невозможно, объясняет Павел Шелихов. На территории погоста есть купеческие могилы. Здесь же похоронены солдаты Великой Отечественной войны. Последнее захоронение датировано 1971 годом. Сложности очень большие. Связано со старыми оградами. Переходить, заходить за них, вытаскивать и грузить потом машину – это очень тяжело, поверьте. Очистка старого кладбища велась в течение всего лета. Со слов Павла Шелихова, сотрудники ритуальных услуг точечно убирали с могил упавшие деревья. Такой же масштабный субботник состоялся впервые. Всего за два дня работы удалось очистить 20% территории напольного кладбища. Со слов Павла Шелихова, подобные субботники будут проводиться до того момента, как выпадет снег. Весной работа будет также продолжена. Весной вообще планы очень большие. По программе президента восстановления мемориалов наших воинов. Будем восстанавливать мемориальные комплексы по программе президента, которая прошла в этом году. Собираем в средний и сущий момент информацию, а уж потом будут принимать решения. Потому что мемориал в очень плохом состоянии и требуется. Ну, прям экстренно, будем так говорить, восстановительную работу производить. Со слов Павла Шелихова, сегодня идет сбор информации по мемориалам, находящимся на территории Муромского района. Но уже известно, что к 9 мая все памятники воинам Великой Отечественной войны сотрудниками МУП ритуальной услуги будут приведены в порядок. Ольга Келешина, Александр Бурсуков, Новости 24, Муром.